Вот так громко и задурно сростки встречают гостей Шукшинского фестиваля. Ко дню рождения Василия Макаровича его малая родина традиционно становится местом встречи тысяч туристов. Обычно тихое село превращается в эпицентр культурной жизни на Алтае. Здесь подводят итоги кинофестиваля, устраивают концерты, проводят конкурсы народного творчества. Еще одна традиция – ярмарка ремесленников. На нее съезжаются мастера со всей России. Елена Канашец приехала на Алтай из Амурской области. На фестиваль сростки она привезла коллекцию уникальных брошей. Изделия выполнены в технике гальваника. Выглядят такие аксессуары весьма необычно. Сейчас я сходу. Называешь процесс электролиза или гальваника. А что это? Вы пшикаете металлом там? Ну, всем рассказываю. И всем интересно. Даже вот таким детям. Я говорю, вот смотри. Был простой лист, как в той сказке. Был простой. А стал железный. Погни его. Какой он крепкий стал. Детям тоже нравится. Познакомиться с работами мастеров, прикупить интересные вещицы, да и просто с любопытством прогуляться по торговым рядам. Ярмарка чудики – настоящая сокровищница талантов. Ну, в первую очередь, это эмоции. Мастер, он для того и творит, чтобы люди восторгались его работами. Это идет как подпитка. Ну и продвижение наше самобытного творчества. На особенно оживленной в этот день улице Советской можно встретить и звездных гостей. Писатели, кинематографисты, продюсеры, именитые деятели культуры. Финал шукшинских дней – поистине встреча старых друзей. Я еще была здесь, когда не было вот этого колоссального памятника. Привозила сюда моих детей из театра Бэмби. Много было встреч, много было рассказов. И я счастлива, что я сегодня здесь, на Алтае. До музея Шукшина посетили первые лица края. Шукшинские дни на Алтае – не только знаковое событие для отечественного кинематографа, но и культурное наследие всей страны. Фестиваль проходит при поддержке правительства Алтайского края и Министерства культуры Российской Федерации. Для нас очень важно, я хочу сказать, для нас очень важно, что все вместе здесь мы в эти дни объединяемся и вспоминаем и Василия Макаровича, и его творчество, его личность, его судьбу, его очень важные вещи, которые он сумел сформулировать и донести и до своих современников, и до будущих поколений. В качестве почетного гостя на родину отца приехала Мария Шукшина вместе со своим сыном. Она рассказала, что лучшим произведением отца считает сказку «До третьих петухов». В ней заложено мистическое пророчество. А монастырь в сказке – это духовность народа. Это и вера, и культура, и кинематограф, и литература. Это и театр, и даже эстрада, и телевидение. И, ну, в общем, все то, что по канонам должно обращаться к душе человека, все то, что должно трудиться над его восхождением и возрождением. И, конечно же, зритель тропа на пикет к памятнику Шукшина не зарастает уже долгие годы. Чтобы потрогать большой палец ноги у скульптуры земляка, выстраивается очередь. Вся Россия идет к Шукшину. Мы прошли сейчас в эту большую гору на пикет. Еле забрались, но получили колоссальное удовольствие. Это настолько захватывает, аж дух захватывает. Такая ярмарка, такие мастера, такие поделки. Вообще и народу, и концерт. Все понравилось, очень понравилось. Впечатление моря, конечно. И вот кульминация награждения лучших фильмов 26-го Шукшинского фестиваля. Главный приз номинации полнометражное игровое кино достался картине «Последняя цена» режиссера Наура Гармелия. А специальный приз кинофестиваля взяла лента под названием «Командир». Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком.